Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Айлик. Сегодня я по многочисленным просьбам снимаю это видео, хотя мне очень неприятно это делать. Просит меня рассказать о том, что происходит сейчас в конторе со мной, в общем, с кинологической службы. В аварийно-поисково-спасательном отряде Кемеровской области, то есть КО ПАСО. Я не могу так сказать, что происходит конкретно. Происходят какие-то непонятные вещи для меня. Я не могу объяснить это все. То есть, видимо, настал тот период времени, когда мое понимание уже перестало работать. Вещи неадекватные происходят. То есть, как я и говорил, как я и анонсировал вам о том, что человек, который сейчас работает кинологом, лучше кинолог Кемеровской области, с моей собакой поехал в город Красноярск. То есть, это вторая поездка за месяц у него была на аттестации. Допустим, первую мы спишем на то, что он проходил какую-то обучающую программу, да, там были учебно-тренировочные сборы. То на второй, скажем так, поездке он уже ехал аттестовываться. Причем об этом было заявлено по местному телевидению о том, что сейчас на данный момент кинолог Карпич выезжает на аттестацию именно. То есть, было подчеркнуто, что должна состояться аттестация. Но, как я, собственно говоря, и говорил, извиняюсь за тавтологию, то что аттестация не состоялась. Хотя собака, в принципе, подготовленная была. И при систематических тренировках и каких-то базовых знаниях, плюс, естественно, желании, то можно было пройти аттестацию. Но я могу сказать даже, что если бы систематические тренировки были и базовые знания были у кинолога, то он мог бы, собственно говоря, и без моей собаки пройти. Тем более, надо было понимать, что у собаки было стрессовое состояние. С этой собакой никто не работал. Там проводники менялись у нее. Это было даже... Ну и понятно, что с этой собакой, даже если она подготовленная будет, при смене проводников таких вот, которые менялись постоянно. То есть, я видел на фотографиях наших местных изданий, то там один проводник стоит, то второй проводник стоит, то третий проводник стоит. Еще при этом, при всем, самым главным дрессировщиком-то у нас является наш лучший кинолог Кемеровской области. Ну, в общем, не состоялось у него. То есть, деньги были потрачены впустую. Человек съездил. Сейчас, естественно, там, если у кого-то из руководителей будут спрашивать, будут... Я так предполагаю, что они сейчас подготовят все документы, что это были учебные сборы, там, да, что он дополнительные какой-то произвел. Ну, мы же с вами все взрослые люди понимаем, что у нас есть учебные сборы, там, где люди приезжают и учатся. Например, в Ногинск, да, там, допустим. Как это делают все остальные службы. То есть, посылают человека. И, поверьте мне, денег бы бюджетных на это мероприятие затрачено было бы гораздо меньше. Но суть не в этом. Суть не в этом. Суть в том, что я могу отнести положительные моменты к тому, что, собственно говоря, я расшевелил их. Они сейчас стали что-то там предпринимать, какие-то попытки. Я даже знаю, что какие-то тренировки у них сейчас проводятся. Но, опять же, мое предположение, я не могу так утверждать конкретно о том, что все это же дело закончится. То есть, вот, уважаемые руководители этих служебных подразделений, которые отвечают за подготовку кинологической группы, я вам, знаете, что хочу сказать? Вы сейчас пытаетесь сделать из говна конфетку, понимаете? Хотя у нас в магазине продаются реальные конфеты, да, которые вы можете взять и использовать их. И не изобретать велосипеда, то есть, не делать из говна конфетку. Потому что, если вы сделаете конфетку из говна, она этим же душком, извиняюсь, говняным и будет отдавать. То есть, сейчас вы человека поднапрягли, да. И, мое предположение, то, что через месяц, через полтора-два у вас все это затухнет опять. То есть, это превратится в обыкновенный тухляк вообще. По-другому я сказать не могу. То есть, здесь, если мне приходилось достаточно тяжело набирать статистов, да, то есть, там, проводить учебные мероприятия какие-то, ругаться с вами, уважаемые руководители, по поводу того, что, значит, как бы, там, транспортные средства. Вы же так, у вас и все закончится на этом. Вы один раз организовали, может быть, второй раз организуете. Потом девочки, которые, собственно говоря, являются специалистами, я ничего не хочу сказать, то есть, девчонки молодцы, да, и знают свое дело. Но одна не сможет выехать, вторая не сможет выехать, там, по каким-то семейным обстоятельствам или еще по каким-то. И вы, вот, у вас нету человека, который в организации может организовать тренировочный процесс какой-то. Вы на что вообще надеетесь там? Дальше, что я могу сказать? Я могу сказать о том, что даже посещение Красноярска директором агентства, замятенным Виктором Васильевичем, не принесло должного результата. Он здесь на каждом углу, естественно, это негласно, так вот кричал, что он купит всю эту кинологическую школу, и, значит, если у него карпич там не сдаст, то это будет просто там деньги заплаченные. Он привык так рассуждать этими категориями денежными. Я еще раз хочу сказать, что, естественно, это было вот так вот между собой все это были разговорчики, что есть это, я не могу так вот сказать, что он утверждал это там по телевидению или где-то, но эти все слухи, все это ходило, то есть он поедет и купит. Ничего он не купил вообще, потому что, ну, эти знания, они не продаются. То есть все кинологическое сообщество, оно держится на том, что, ну, действительно, там патриоты своего дела там находятся, и купить там ничего не получится, если твоя собака не готова, точнее, кинолог не готов. Оценка, причем, кинологического расчета была, знаете, какая? Сырой расчет, неподготовленный. Вот посмотрите, расчет, да, неподготовленный расчет, это собака плюс кинолог. Но в этом расчете единица одна была не подготовлена, это кинолог, это человек, который всем управляет. Он не может должным образом управлять животным. Ну, дай бог, если у него что-то выйдет в результате. Но я говорю, сделать из говна конфетку, она получится с говняным душком. Вот, а конфеты, они, собственно говоря, вот, я не понимаю, человек опаздывает на работу, не ходит на работу, да, получает деньги. Генерал Мамонтов в телевидении сказал о том, что были проверены сведения, которые я подал, и, понимаете, как бы там большинство из них не подтвердилось, некоторые подтвердились, были сделаны какие-то выводы. Вот я папку документов с собой таскал везде и всегда, да, никто даже не соизволил ее посмотреть. И вы знаете почему? Потому что все все знают. Вот как это можно вообще расценивать? Представляете себе, вот я не понимаю, вот моя семья, я лично, да, я всегда был за губернатора нашей Кемеровской области. У меня Аман Гумирыч Тулеев был каким-то, я не знаю, там, небожителем, который решает вопросы наши. Как бы я с этой позиции всегда смотрел, рассуждал. И к чему я пришел? Я пишу письмо о том, что происходят неправильные вещи, которые могут повлиять на безопасность. И они до сих пор происходят, эти вещи. И вы понимаете, после того, как я написал, во-первых, я не дождался никакого ответа, что само по себе является уже нарушением какого-то законодательства. Ну ладно, хорошо, я не в письменном виде написал это письмо, да, я зашел через интернет, а там всего лишь мне пришло уведомление такое маленькое, мне даже оно не на почту пришло, а на экране загорелось о том, что принято. После чего ко мне стали поступать, как бы, косвенные такие угрозы, да. Мне сказали, берегись, Олег, там идут разговоры по поводу того, что я вообще ничего не понял, да. Я, представляете, я губернатору с проблемой о том, что у нас Кузбасс вообще как бы находится в неприкрытой кинологической группе, то есть если что-то произойдет, то кинолог не сработает, он и сейчас не сработает, ну правда. Вот, и мне происходят угрозы, косвенные, повторюсь, угрозы, чтобы мне тут за язык никто не притянул меня, то есть мне там начальник отрядный не пришел и сказал, что мне ноги переломают. Мне просто люди сказали о том, что ведутся такие разговоры, как бы я заткнулся с удовольствием, было бы хорошо. Это после того, как я к руководителю Кемеровской области обратился. Я вообще ничего не понимаю. Вот люди добрые, вот понимаете, сейчас что происходит? Естественно, как бы у меня есть люди, которые просят меня совета, то есть по интернету я решаю вопросы какие-то. Но вот официально трудоустроиться на работу для того, чтобы у меня шел трудовой стаж какой-то, да, чтобы... Я нигде не могу, то есть по специальности. Ну понятно, что там где-то сантехником устроиться, это можно. Там охранником может быть каким-то можно. А именно вот как кинолог я не могу никуда устроиться, потому что хайп поднялся, меня теперь засветили в области, то есть телевидение там всевозможное и так далее. Вот. И люди уже с опаской смотрят, потому что как это так? Вот это же вот он с губернатором, он написал губернатору, и здесь вообще и начальник управления, главного управления МЧС, зачем такой сотрудник нужен? То есть, понимаете, мне сейчас даже в трудоустройстве вставляют палки-колеса. Нет, я не трудоустроен, я стою в центре занятости, на учете, да, там хожу, там отметки эти делаю, получая вот это вот пособие, да, какое-то там, ну, копеечное, его пособием назвать нельзя, сами понимаете, да. Но тем не менее, что происходит-то? Вот за то, что я поднял этот вопрос, за то, что я хотел, чтобы он был решен, в результате я попал вот в такую вот, извиняюсь, клаку вообще, вот в полную клаку, то есть я сейчас не знаю. Ну, слава богу, хотя бы, что волонтеры сотрудничают со мной, они видят, как бы, какой-то, что я могу быть полезен Кемеровской области. Очень жаль, что, я не знаю, до какого состояния область надо было довести, что вот мы сейчас находимся в таком состоянии, что даже вопросы безопасности, безопасности никого, никого не волнуют. Так что вот такое вот состояние, состояние плачевное, ну, хотя бы что-то там они стали шевелиться. То есть они даже, вот понимаете, не удосужились вот этого человека, который, ну, не способен, он сам же и не хочет работать, и он это знает прекрасно. Вот, смотрите, они мне говорили о том, что у меня нету бумаги кинолог. Приглашают на работу одного из людей, который, значит, как бы получил у нас аттестацию, да, в Томск съездила у нас девочка одна, ее пригласили по договору. У нее тоже нет образования, где написано кинолог, но ее приглашают на работу. Вот они вам двойные стандарты. То есть они лгут в глаза, конкретно лгут, изворачиваются. Им не нужен человек, который будет решать вопросы, будет следить за службой, да. Им нужен человек, которому сказали, возьми лопату и копай, и он будет копать. Ему сказали, что вот делай так, да, а если это даже в ущерб будет идти к кинологической службе, он будет это делать. Вот сейчас они вот вытащили его из такой ситуации. Вы представляете, он им теперь вот в пятки будет лизать до гробовой доски. То есть вы понимаете, на чем вот основано. То есть подловить человека, вытащить его из какой-то неприятной ситуации, а потом, ну, я так, просто это мое предположение, да, я еще раз говорю, что я буду очень осторожен в своих высказываниях. То, что будут ему вспоминать это все, и он будет делать ровно то, что ему скажут. Он не будет иметь собственного мнения. Ему скажут, как и при мне, вот говорил ему начальник отряда, жри землю, и он будет жрать эту землю. Вот такие вот кинологи, видимо, у нас нужны. А такие кинологи, которые пытаются что-то сделать, не нужны. Ну, в общем, как только я, может быть, когда-нибудь я все-таки, мне Бог посылает эти испытания, видимо, и я должен выдержать эти испытания. Я выдержу эти испытания. Что делать? Господи, дай мне силы, уверенности, вынести Твои испытания с достоинством. Так у меня начинается каждый день. Вот так вот. И я выношу эти испытания, не знаю, с достоинством, с достоинством судить Господу одному. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С вами был канал Я и Мой Хвост. Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Всем спасибо.